Если вы не знаете, как провести декрет с удовольствием и с пользой, тогда можете спросить у Марины, но наоборот продолжайте смотреть программу «Наше утро», потому что прямо сейчас мы расскажем об интересном клубе для мам и малышей. У нас в гостях Ирина Шевчик, организатор клуба «Пешком под стол». Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, позвольте вас поздравить с праздником, который был вчера. И теперь расскажите, что такое «Пешком под стол»? У меня сразу такие картинки, как мама вместе с ребёнком залазит под стол. Да нет. Играют там. Чем вы занимаетесь в клубе? В клубе мы занимаемся тем, что сплочаем наших мам города Челябинска на данный момент, чтобы у них всегда была поддержка в виде таких же мам, чтобы у них было какое-то движение, чтобы они проводили досуг с пользой и при этом в декрете не уходили в депрессию, а были счастливыми, радостными, довольными мамами. И кто может к вам присоединиться? Любая мама? Или у вас есть возрастный, у кого ребёнок до полугода? Да. То есть, как я понимаю, мама с детьми приходит. Да, мама приходит с детьми. У нас клуб активных мам и малышей, но в дальнейшем мы хотим сделать его клуб активных семей, потому что у нас очень папы принимают участие хорошо. Но изначально это всё было сделано для наших детей, когда они родились, когда у меня ребёнку был годик, поэтому были в основном детки, которые в декрете, то есть у мам в декрете, маленькие, от года до трёх. Но сейчас наши детки растут, и мы потихонечку тоже расширяем свой возраст, поэтому основная аудитория от нуля до пяти лет детки у нас, и их мамы, собственно. И кто может к вам попасть? Любая мама, да? Да, любая мама, наши двери открыты. Это только первые полгода мы были закрыты, потому что мы не знали, что делать нам, как развивать клуб, хотели просто дружной компанией проводить время. А сейчас, как очень стало популярно, все стали к нам проситься, хотели с нами дружить, общаться, и мы так расширились, что принимаем, естественно, всех мам, и будем очень рады новым знакомствам. Ирина, ну вот смотрите, дети, это понятно, это, конечно же, радость огромнейшая, но и огромная, не знаю, и усталость, и какая-то стрессовая иногда ситуация бывает, потому что... Какая-то психологическая помощь вы оказываете? Да, психологическая помощь. У нас, помимо того, что есть мероприятия, тоже связанные с психологом, конечно, даже есть свой клуб в клубе, это психологический клуб, да, и там у нас психолог поддерживает как раз таких мам. Есть сказкотерапия от психолога, где вот мама слушает сказку с детьми, и детки тут же рядом играют, то есть все у нас вместе, совместно в основном, и потом разбирают ситуацию. И также, естественно, у нас есть своя группа, которую мы развиваем в ВКонтакте, в Инстаграме, там у нас тоже есть психологи, которые пишут полезные статьи на полезные темы. Ну, с такими, да, группами в группах, понятно, а вот просто на обычных занятиях, вы с чем-то, и просто сидите и рассказываете, кажется, свою историю, да? Там же, наверное, какие-то развивающие игры для детей есть, да? Да, я, наверное, немножко поясню, чтобы было с чем вообще, в принципе, понимаем. А то не просто же мама приходит с детьми, там, побегать, и мы пообщаемся. Да, да, у нас очень разные мероприятия. Есть что именно такие, как бы, получается, развлекательные, где мы можем просто собраться и поиграть в настольные игры в игровой. То есть детки рядом при нас, а мама расслабляет, немножечко думает, да. И есть более полезные, там, например, мы про капризы. У нас есть в Монте-Соре педагог, который рассказывает маму про капризы, разбирает ситуации детские, да, по возрастам. То есть около 15-20 мероприятий в месяц мы конкретно организуем. Да, а также есть, ну, в том числе и прогулки, поездки. Вот вчера мы ездили к лошадкам в лагерь восход, нас пригласили. То есть детки покатались на лошадках, погладили козлика, собачек, посмотрели различные. Ну, вот это тоже хорошая разрушка. А вот в будущем какие вы еще направления планируете внедрять? Вот, ну, недавно мы начали именно по районам, вот тоже добавлю, что мам сплочать. То есть не только по всему городу, чтобы вот, обычно, центр, северок, но мы вот в каждом районе сделали свои чаты. Представительство. Ну, можно сказать, да. То есть есть чаты, где мамы общаются, где в любой момент они могут собраться. Сокураторы у нас есть и могут просто позвать, кто пойдет сейчас гулять. И по чатам это, естественно, по районам удобнее. А в будущем мы планируем, конечно, покорить всю страну, чтобы пешком под стол был не только в Челябинске, потому что, как показал опыт, это очень полезно для мам. Потому что поддерживать нужно не только нуждающихся людей, но и таких же простых, обычных мам, которые, выйдя в декрет, могут столкнуться с проблемами различными, которые могут помешать радоваться жизни их полноценно. Хорошо, хорошо, как вам записаться? Сейчас мамы сидят у нас на экранах, а почему я дома? Где вас найти? Все просто, можно в любой поисковой системе, в интернете, вбить пешком под стол, и мы первые сразу же выйдем. У нас ВКонтакте, адрес ППС74, вот, заходите, приглашаем. Ну что ж, Ирина, вот знаете, что хочу поздравить вас еще раз с этим замечательно, поздравить всех, кто ходит в ваш клуб от имени нас, от имени телеканала ОТВ, и сказать вам огромное спасибо за то, что мы есть на свете. Всем мамам. Да, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, с праздником еще раз. Да, ну, а я напомню, что в студии, в гостях у нас была Ирина Шевчик, организатор клуба «Пешком под стол».